Под угрозой лётчики и бортпроводники. Новое исследование американских учёных показало, люди этих профессий в два раза чаще страдают раком кожи по сравнению с теми, кто не работает на больших высотах. Специалисты связывают это с повышенным воздействием ультрафиолетового и космического излучения. Чем ещё может аукнуться человеку высота? И как меняется жизнь даже на втором этаже дома? Сенсационное открытие. Учёные доказали, чем выше человек находится от Земли, тем быстрее течёт время. Это утверждал ещё Эйнштейн, но теория относительности не раз подвергалась критике. Теперь сомнений не осталось. В ходе эксперимента исследователи Национального института стандартов и технологий из штата Колорадо использовали сверхточные часы. Их погрешность всего секунда на 3,7 миллиарда лет. Учёные разместили один измерительный прибор на первом этаже, а другой подняли всего на 30 сантиметров выше. Эксперты поразились, ведь стрелка часов уже на таком расстоянии стала двигаться быстрее. Этот феномен назвали гравитационным растяжением времени. По расчётам исследователей, человек, постоянно поднимающийся по лестнице, за 79 лет сокращает свою жизнь на 90 миллиардных долей секунды. А вот тот, кто живёт в высотках, подобных Нью-Йоркской Эмпайр-стейт-билдинг, на 104 миллионных доли секунды. При этом одних высота до смерти пугает, других притягивает. Какую загадку она таит в себе? И чем грозит человечеству отрыв от поверхности Земли? Можно ли выжить, упав с высоты 10 тысяч метров? Никому эти гибели, смерти и травмы не нужны. Почему нельзя строить дома выше деревьев? Представляете, у вас там километр в высоту, да, и что там происходит? Что происходит с человеком на аномальных высотах? Насколько хорошо вы переносите высоту, вы можете узнать только лично. Могут ли многоэтажки стать психотропным оружием? Я бы не стала жить на высоком этаже. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно подумать, этих людей ведут на казнь. Так реагирует большинство людей на прогулку по самому длинному в мире подвесному мосту с прозрачным полом. Он находится в китайской провинции Хунань на высоте 300 метров. Однако и такого экстрима китайцам показалось мало. В галерее, расположенной вдоль горы Тайханьшань, стеклянный мост неожиданно начинает трескаться прямо под ногами посетителей на высоте 1200 метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что это всего лишь визуально-звуковой эффект, экскурсантов не предупреждают. Поэтому многие туристы в ужасе готовы проститься с жизнью. Страх высоты, как и любые другие фобии, они у нас зашиты глубоко внутри, в ДНК. Это страх даже не высоты, это страх того, что с ней связано. Неуверенности, отсутствие опоры и возможность смерти. У человека очень сильно развит инстинкт самосохранения. Ну, у многих. Мозг подает команды, да, мол, дорогой, не надо туда ходить, это чревато. США, Чикаго, 94-й этаж центра Джона Хэнкока. Такой смотровой площадки больше нет нигде в мире. Как только посетитель занимает исходную позицию, платформа выезжает из небоскреба и наклоняется под углом 30 градусов, нависая над городом. Говорят, что даже у самых заядлых экстремалов сдают нервы. Почему высота так пугает человека? Как будто она создана не для всех. Согласно мифу о Вавилонской башне, люди поплатились за стремление быть ближе к небу. Человек дерзнул достать до Бога. Вот это было главное. И это главное, за что и были наказаны строители. Собственно, по логике изложения тогдашнего этого документа, как бы, ну, скорее литературного в данном случае, нежели исторического. Кто на самом деле не дает человеку оторваться от земли? Что если историю Вавилонской башни можно трактовать не только с религиозной точки зрения? Эксперты утверждают, современная наука как никогда близка к разгадке тайны высоты. Удивительно, но на земле живут люди, которые напрочь решены страха высоты. Это индейское племя Махоки, представители которого спокойно взбираются на самые высокие строительные леса и без паники выполняют работы любой сложности. Эту особенность умело используют при возведении небоскребов в США. Объяснить такой феномен затрудняются даже врачи. Может быть, что-то какая-то генетическая аномалия, отсутствие интенсивных самосохранений, что-то такое. Ну, опять же, надо изучать. То есть, как бы, фундаментальных работ на эту тему нет. Да, есть масса предположений и так далее, но не более того. Здесь каждый должен быть по меньшей мере индейцем Махоки. Анна Шмидт – студентка 4-го курса Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Говорит, что высота для нее лучшая подруга. Анна – единственная из всего курса, кто выбрал специализацию «туго натянутая проволока». Это значит, что нужно танцевать на тонком канате на разных высотах без всякой страховки. Любое неверное движение, неверный шаг, расслабить тело, то есть это можно упасть хоть как. Промахнуться, можно просто отвлечься на что-то, тоже слететь. Можно поторопиться, запнуться об свои же ноги, промахнуться в мозг, не встать. То есть это нужно постоянно, постоянно держать в себе тело и разуме с головой. Работать под куполом в цирковом училище учат годами. Но каждый раз, взмывая вверх, никто не застрахован от травмы. Если я не буду держать плечи по технике, то я могу перевалиться либо вперед, либо назад. Из-за этого может произойти травма. На самом деле, это было достаточно сложно перебороть свой страх, потому что я получала травмы. Ирина Теплова преподает в цирковом училище больше 20 лет. В 1979 году она вышла на сцену с шокирующим номером «Портретная рамка». Исполняла отрывные трюки без лонжи, а, проще говоря, летала без страховки. До этого никто не решался на подобное. Теплова уверена, самое главное – не дать страху овладеть гимнастом, даже если он получил травму. Даже лонжи одевая, они все равно, многие боятся. Приходится иногда заставлять, просто заставлять, а что делать. Если, например, ну даже на той лонжи, она раз, ну, просто упала, она не разбилась ничего, она на лонжи. Мы заставляем сразу лезть наверх, чтобы перебороть вот это, чтобы она поняла, что с ней ничего не случилось. По словам медиков, патологический страх высоты может привести к истощению центральной нервной системы и даже сократить жизнь на 20 лет. Акрофобией навязчивым страхом высоты страдает 5% населения Земли. Это отклонение считается смертельно опасным. Ведь человек с такой фобией может шагнуть в пропасть на большой высоте, даже если он не помышлял о суициде. Где же та грань между страхом высоты, который продиктован инстинктом самосохранения, и паническим состоянием, которое лишает человека сил и разума? Если вы стоите на краю высотки, смотрите вниз, просто страшно смотреть. Вы делаете шаг назад, ну я вас могу поздравить, вы абсолютно нормальный человек, и у вас срабатывает просто инстинкт самосохранения. А если вы стоите на табуреточке и смотрите вниз, и перед вами открывается бездна, у вас учащается дыхание, начинается сильное головокружение, тошнота, потливость, артериальное давление повышается. Вы не контролируете какие-то внутренние процессы, не понимаете, что происходит. Вот это уже называется акрофобия. Это панический страх высоты. Россия. Коломна. 19 августа 2017 года. Наши скайдайверы устанавливают в небе абсолютный мировой рекорд. Они собрали фигуру из 117 человек и перестроили ее в воздухе. Таким образом, уделов там американцев, уделов европейцев, там все подряд. Эти люди не просто не боятся высоты, они жить без нее не могут. Роман Лабунец прыгает с парашютом с 14 лет. Говорит, что скайдайвинг для него – это наркотик, слезть с которого уже невозможно. Глобально меняется громадный состав крови. Это так же, как наркотики, так же, как курить, так же, как алкоголь. То есть организм начинает привыкать к определенному составу крови. Ты в понедельник ходишь в грустный, в вторник ходишь в грустный. В среду ты еще так начинаешь чуть-чуть веселить, потому что скоро пятница, и скоро ты опять поедешь на аэродром. На зависимость от скайдайвинга уходят огромные деньги. По самым скромным подсчетам, в среднем парашютист тратит на свое увлечение около 5 миллионов рублей в год. Это постоянные занятия в аэротрубе, это постоянные занятия с тренерами, это видеосъемка всех прыжков, это постоянные поездки за рубеж, в то время, когда нет сезона в России прыжкового. Это достаточно дорого. Больше всего дроп-зон для скайдайвинга находится в США. Там уже давно это увлечение превратилось в прибыльный бизнес. За короткий срок этот вид парашютного спорта набрал бешеную популярность в мире. Британский скайдайвер Джеймс Буль, на счету которого 2500 прыжков, снимал на камеру другого парашютиста на высоте почти 2000 метров. Он настолько увлекся процессом, что забыл вовремя открыть свой парашют. В итоге Джеймс врезался в землю со скоростью 100 км в час, но при этом остался жив. Скайдайвер Роман Лабунец считает, что зависимость к небу компенсируется независимостью на земле. Один прыжок, и жизнь может круто измениться. Люди бросают нелюбимую работу, уходят из семьи, делают то, на что не могли решиться уже много лет. И во всем этом им помогает высота. Человек прыгает из самолета, он преодолевает какой-то свой самый такой базовый жесткий страх, который есть у всех живых существ, и понимает, что он может все. Ну, то есть, если он выпрыгнул из самолета, уйти с работы, ну, то есть, это что? Или там... Вот. И люди реально начинают верить в себя, начинают менять свою жизнь. Самый экстремальный вид прыжков с высоты – бейсджампинг. Особенность его в том, что люди прыгают с неподвижных объектов, например, зданий, антенн, мостов. Для этого используют специальное приспособление, которое не предполагает запасного парашюта. До столкновения с землей 5 секунд. Ты открываешь парашют, если у тебя что-то произошло не так, через 2 секунды ты уже там... Все. Высота, скайдави, это считается. Это вообще друг. Чем выше ты раскрыл свой парашют, и с ним что-то произошло не так, у тебя есть большое количество времени для того, чтобы исправить... Гималайи. Октябрь 2016 года. Валерий Розов побил мировой рекорд. Он прыгнул с вершины высотой 7700 метров над уровнем моря и пробыл в свободном падении 90 секунд, приземлившись на леднике высотой 6000 метров. Через год он решил прыгнуть с горы Амадаблам в Гималаях. Но этот прыжок стал для него последним. Разбился в ноябре легенда, просто легенда мирового бейсджампинга Валера Розов. Никто не верил, что с ним можно... Как Титаник. Ну, Титаник непотопляемый корабль. Вот Валера Розов, вот что бы ни случилось, он никогда не разобьется. Все мировые рекорды, все мировые достижения, которые были совершены в бейсджампинге, все эти парашютисты уже, к сожалению, мертвы. По статистике, 71,5% погибших бейсджамперов разбились при прыжках со скал. 12% с антенных матч, 10% с высотных зданий. Самая частая причина смерти – нераскрывшиеся крылья костюма. Смотрите далее. Секреты полетов. Откровения бывшего бортпроводника. Кровь закипит. У простого человека. Тайна строительства сталинских высоток. Для чего вождю понадобились небоскребы. Некое магическое пространство, которое могло бы влиять на жизнь государств. Заброшенные высотки мира. Почему не оправдались вложенные миллиарды? Высота – это страшно. Это жутко. На этих кадрах известный руфер из Китая Йон Нин забрался на небоскреб в городе Чанша, чтобы в очередной раз удивить своих подписчиков. Однако на этот раз не рассчитал силы и разбился насмерть. Они ради какого-то удачного снимка, удачного кадра готовы абсолютно на все, лишь бы быть круче, чем остальные. Это болезнь. Это, безусловно, некое психическое отклонение, которое, на мой взгляд, должно не только изучаться в современной психиатрии, но и курироваться, лечиться, поскольку это в последнее время, на мой взгляд, приобретает некий массовый характер. Когда-то трюки на высоте были прерогативой особых профессий. Сегодня это способ набрать популярность в интернете. Что же происходит с инстинктом самосохранения у тех, кто взбирается все выше и выше? Оказавшись однажды во власти высоты, становишься ею одержим. Это по себе знают цирковые артисты. Адреналин происходит во время выступлений, когда есть публика. Те, кто аплодируют тебе, они дают тебе энергию, и ты зависишь от этого. С появлением экшн-камер и селфи-палок многие захотели пережить эту недосягаемую минуту слабы. Высота стала атрибутом молодежной моды. Для того, чтобы сделать селфи на высоте птичьего полета, молодые люди готовы поплатиться жизнью. Удивительно, но развитие технологий как будто подталкивает к таким безумным поступкам. Именно появление экшн-камер и возможность их использования приводит к увеличению каких-либо серьезных последствий, потому что люди в погоне за красивой картинкой, за красивыми сложными кадрами, за чем-то, что может удивить аудиторию, очень часто переходят к какой-то границу. Что если высотная истерия это запрограммированный кем-то глобальный эксперимент, цель которого создать поколение, лишенное основного человеческого инстинкта — сохранение жизни? Это насаждение не совсем здоровой субкультуры. Ну, смотрите, в принципе, планете постепенно грозит же перенаселение, ну, в каких-то там отдаленных перспективах, да, и вот подобная деятельность, ну, как, наверное, способ отсеять наиболее слабых и ненужных генетический мусор. Это называется по-другому. По словам экспертов, природа неспроста заложила в человеке страх высоты. Ведь нахождение на высоких этажах — это многократный удар по организму. Мало того, что воздух, воздушная среда другая, всё-таки норма флора для человека — это рядом с землёй, и тем более рядом с зелёными насаждениями, потому что мы напрямую зависим от растений. Человек каждый раз поднимается на лифте, он тоже воздействует на свои сосуды. Если верхние этажи — это фактор риска для здоровья, то что говорить о тех, кто постоянно летает на самолётах? Недаром бортпроводники и стюардессы могут уходить на пенсию уже в 45 лет. Не все это знают, но в самолёте повышенная радиация. Грубо говоря, один перелёт равняется, как будто человек прошёл флюорографии. Поэтому, вот, к сожалению, нередки случаи, там, вот, там, заболевания, потом всякие раковые и так далее. По словам экспертов, во время полёта на самолёте возрастает риск развития тромбоза глубоких вен. Крупные сосуды блокируются сгустком крови, что может вызвать даже смерть пассажира. Так как в полёте приходится долго находиться в одной и той же позе, скапливается жидкость в голенях, замедляется кровообращение. А это неизбежно ведёт к отёчности. Ноги отекают сильно. Приходится брать обувь в самолёт именно на размер больше. Потому что, если, вот, допустим, у меня 43-й, и я в них проведу, там, 10 часов в полёте, в конце рейса они будут, как, не знаю, как пробка, вот, с таким звуком вытаскиваться. Ну, то есть увеличивается на размер нога. Больше 10 тысяч часов полёта. Евгений Монакин 17 лет работал бортпроводником в разных авиакомпаниях. Дома появлялся всего один-два раза в месяц. Работал даже в Западной Африке под обстрелами гражданской авиации, перевозившей представителей ООН. Вспоминает, как после длительных полётов долго не мог прийти в себя. У меня как будто, не знаю, что со мной делали. Я вот просто без сил был. В носу всё сухое, голова вообще не соображает, где я нахожусь. Ну, и всё-таки, я думаю, вот это вот как радиоактивное, ну, это естественная солнечная радиация повышенная. Однажды бортпроводники всей бригады случайно обнаружили способ, как быстрее справиться с последствиями длительных перелётов. Рейс почти на сутки задержали в аэропорту Таиланда. Делать было нечего. Решили пойти на местный массаж. Вот это самое лучшее средство от усталости. Ну, были как огурчики просто. Ну, все бригады ушли на массаж. Американские учёные вычислили, что лучше всего селиться не выше седьмого этажа. Чем выше от Земли, тем слабее магнитное поле. А это, по словам специалистов, создаёт дополнительную нагрузку на иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы человека. А если ещё при строительстве не учли сейсмические зоны, то фундамент здания может подвергаться вибрациям. И чем выше здание, тем сильнее эти эффекты. Человек начинает чувствовать себя подавленно, не осознавая реальной причины. По статистике, 80% людей, совершивших суициды, проживали выше девятого этажа. Верхние этажи находятся в тумане. То есть вы выглядываете из окна, а ничего не видите. Это действует удручающе. Это достаточно такой большой психологический фактор. По мнению кандидата медицинских наук Сергея Виноградова, жизнь на верхних этажах может даже исказить восприятие собственной личности. Недаром пентхаусы могут позволить себе лишь те, кто слишком оторван от жизни обычных людей. Внизу вас кажется очень маленьким, незначительным. Человеку может появиться ощущение собственной гиперзначимости. То есть возникнуть некий тоже такой психологический комплекс или отклонение. Человек может начать себя лучше всех считать. Или наоборот, что его никто не видит и так далее. Гималайи, Гендукуш и Каракарум образуют мощный горный узел. Здесь находятся 5 из 14-ти восьмитысячных пиков Земли. В этих местах, в долине реки Хунза, обитает уникальный народ. Удивительное племя долгожителей обитает на севере Индии в Гималаях. Продолжительность жизни народа Хунза составляет 120-160 лет. Даже в этом возрасте они продолжают работать на Земле. И все это на высоте 2000 метров над уровнем моря. Выходит, что есть на Земле люди, которым высота дает силу и молодость. В чем секрет народа Хунза? Как они научились договариваться с горами? Ведь многие, кто отправлялись в эти места, например, на вершину Нанга-Парбат, нашли свою смерть. Этот пик так и прозвали «вершиной убийцей» за рекордное количество погибших восходителей. Елена Батыр – потомственный шаман. Высоту воспринимает как источник силы. Ведь все особенные духи, по ее мнению, неспроста называют горными. Насколько мы берем нашу планету, да, я лично не слышала ни одного места, где бы вот именно прям пропасть, она была, как это сказать, местом силы. Да, в основном какой-то там валун ему придается силой. Какая-то там гора, да, например, тот же самый Кайлас. Но то, что хорошо шаману, для обывателя может стать серьезным препятствием в жизни. Однажды к Елене обратился мужчина, у которого все не ладилось, ни на работе, ни в семье. Он был в отчаянии и умолял снять с него порчу. Открыв шаманскую книгу, Батыр с удивлением обнаружила, что ему противопоказано жить на высоте. Оказалось, год назад молодой человек переехал на 17 этаж. И с тех пор все пошло под откос. И он такой, порча, ага, пойду снимать. И он может ее всю жизнь снимать. Но пока он не съедет с этого этажа, он может, ну, понимаете, всю жизнь ходить по кругу, удивляться. А потом у него руки опускаются. Он говорит, да уж, ладно, там, раз уж у меня в молодости, когда мне было там лет 35, да, ничего. А что ж у меня, когда уже там по 70 лет, я думаю, там уж как-нибудь доживу. Таких людей, которым высота сулит серьезные неудачи, единицы, говорит Елена. С помощью шаманских карт она вычислила, что в группе риска могут быть те, кто родился в 1980 году. Им Елена советует, если уж пришлось жить или работать на верхних этажах, стараться носить желтый, коричневый или бежевый цвета. По словам шамана, такая одежда будет, как скафандр, защищать от опасностей. Еще одна трудность, решить которую цвета уже не помогут, семейный союз людей высокого полета с рожденными ползать. Практически все люди разделяются на кого? На птичек и рыбок. И если вот птичка нашла себе в пару птичку, и они, значит, на вершине дерева, да, гнездышко себе построили, где так вот, все прекрасно и великолепно, да. И опять же, если вот птичка и рыбка встретились, представляете, насколько у них там будут большие трудности? Обед на вершине небоскреба – самый продаваемый исторический снимок американского агентства «Корпис». Америка. Нью-Йорк. 1932 год. Строительство Рокфеллер-центра. 11 человек непринужденно отдыхают на высоте 256 метров абсолютно без страховки. Разве могли рабочие ради фотографии нарушить технику безопасности? Недавно всплыли неожиданные подробности. Оказывается, на снимке вовсе не строители, а профессиональные акробаты, которых наняли для рекламной кампании «Небоскреба». Впрочем, многие эксперты считают, что людей просто сфотографировали на фоне хромакея, а затем с помощью монтажа заменили фон на панораму Нью-Йорка. Важно было создать ощущение доступности недосягаемого. Но откуда пошла мода на небоскребы? И почему их стали так активно рекламировать по всему миру? Где находится самое высокое здание, построенное за всю историю человечества? Это башня Халифа в Дубае. Высота небоскреба 828 метров, в нем 164 этажа и 58 лифтов, которые двигаются со скоростью 10 метров в секунду. Стоимость проекта более полутора миллиардов долларов. Советский Союз. Москва. 7 сентября 1947 года. В день празднования 800-летнего юбилея столицы заложен проект строительства сталинских высоток. Монументальное строительство, конечно, нужно было Сталину для того, чтобы показать мощь советского государства. По грандиозной задумке, в центре комплекса на месте взорванного храма Христа Спасителя должны были возвести монументальный дворец Советов. Планировалось, что он станет самым высоким на тот момент зданием в мире – 420 метров. Предполагалось, что венчать его будет гигантская статуя Ленина, в полтора раза выше статуи свободы в Нью-Йорке. А вокруг дворца появятся еще 8 высотных зданий. 9 высоток – это 9 планет. По-моему, сейчас Плутон вроде выпал. Изначально планет в Солнечной системе определено было 9 в 20 веке. Такая конструкция задумывалась Сталином неспроста. Ирина Шлеонская, автор книги «Тайные годы» и послания шедевров мирового искусства, проводила собственное расследование загадок строительства высоток в Москве. По ее мнению, вождь был знатоком оккультизма и мечтал воплотить символы учения в камне. Сталин был достаточно закрытым человеком, даже неизвестна точная дата его рождения. Говорят, что ему просто посоветовали астрологи никому свою дату рождения не открывать, чтобы на него как-то не могли повлиять. И то, что он все время курил трубку, это создавало некое поле, которое как бы мешало в том, что его ауру. Сталин всеми способами стремился преумножить свое могущество. По мнению некоторых исследователей, этим строительством вождь решил сконцентрировать вокруг Кремля энергетические линии, которые должны были аккумулировать высотки. Непременным условием при выборе места для строительства каждого здания было нечто ритуальное. В прошлом там должно было пролиться много крови. Например, на площади трех вокзалов, где сейчас высится гостиница «Ленинградская», в 1905-м шли жестокие бои с казаками. Высотка на Катерической набережной, она как бы была построена тоже на месте, где там казни совершались. Вот на Воробьевых горах здание было построено на месте, где в 17-м году откуда обстреливали Кремль. В общем, практически все они были построены в каких-то аномальных зонах. Сегодня в Москве возвышаются семь советских небоскребов. Главное здание МГУ на Воробьевых горах, гостиница «Украина», жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, здание Министерства иностранных дел, гостиница «Ленинградская», высотное здание на площади Красных ворот. Дворец Советов и высотку в Заряде построить так и не удалось. После смерти Сталина Хрущев отказался продолжать строительство. Исследователи предполагают, что если бы проект реализовали полностью, это могло бы запустить гигантскую энергетическую машину и даже воскресить вождя мирового пролетариата. Памятник Ленина должен был находиться на вершине Дворца Советов, на шпиль, причем он должен был поворачиваться по Солнцу. И как бы вот известно, что на одной из пирамид Древнего Египта там стояла статуя бога Мордока, который тоже поворачивался. И как бы вот исследователи сразу проводят аналогию, что это поле могло бы воскресить там Ленина, Сталина. Таиланд. Уникальная башня Сатурна в Бангкоке должна была стать воплощением роскоши. Здесь планировалось построить 600 фешенебельных апартаментов для элиты страны. На сегодняшний день это самое большое заброшенное здание в мире. Местные жители называют его «Дом-призрак», так как по ночам из башни доносятся жуткие голоса. Достроенный на 80%, этот небоскреб пустеет уже 21 год, а его будущее так и остается призрачным. Смотрите далее. Небоскребы-изгои. Что мешает жить в дорогих высотках? Это сейчас раскрыло некие тайны. Демоны гор. Темная сторона Эвереста. Человек показывает себя такой, какой он есть. Беседы с инопланетянами. Чем опасна критическая высота? Это все связано именно с изменением качества воздушной смеси вокруг человека. Северная Корея. На строительство этого колосса высотой 330 метров были потрачены фантастические для страны деньги – 750 миллионов долларов. Размах проекта поражает воображение. 105 этажей. Площадь 360 тысяч квадратных метров. В 2016 году строительство отеля «Рюген» было полностью завершено. Но здание так и не ввели в эксплуатацию. И таких заброшенных высотах в мире огромное количество. Трудно себе представить, что вложив огромные деньги, хозяева просто так отказались от столь многообещающих проектов. В чем же истинная причина заморозки небоскребов? В Европе, в Америке, в России, безусловно, высотный дом – дом дорогой. И, конечно, люди имеют право знать абсолютно все. Как он был сделан, где он был. Что было на этом месте? Люди очень религиозные, которые узнают, что на этом месте в 20, не знаю, веков назад было кладбище. И все. И весь бизнес-проект провалился просто от этого. США, Техас, Минерал Уэллс. В этом отеле останавливались американские президенты, звезды Голливуда и даже грабители Бонни и Клайд. В 30-х годах прошлого века 14-этажный Бейкер-отель был забит до отказа. Доходы текли рекой. Сегодня в этом здании живут разве что призраки. Власти занесли отель в Национальный реестр исторического наследия США. А на его реставрацию выделили 54 миллиона долларов. Но несмотря на вложенные средства и статус здания, никто так и не смог вдохнуть жизнь в этот небоскреб. Заброшенные высотные здания разбросаны по всему миру. США, Таиланд, Северная Корея, Бразилия, Мексика, Ливан, Венесуэла, Польша, Россия. Кто выжил людей из небоскребов? Судьба этих зданий словно напоминание о том, что человек не всесилен. Китай. Гора Эверест. 16 мая 2006 года. Эти скандальные кадры облетели весь мир. Мимо умирающего Дэвида Шарпа проходят альпинисты. Но наибольший шок у зрителей вызывает видео, в котором новозеландский гид Марк Инглес на протезах перешагивает через обессиленного мужчину, бросая его на произвол судьбы. Даже съемочная группа также не помогает Шарпу. Журналисты пытаются взять у него интервью и затем идут дальше на вершину горы, вслед за Инглесом. Все обвинили Инглеса, что он небрежно переступил своими железными ногами через умирающего человека и прошел дальше. Но почему-то люди забыли, что кроме Инглеса там было еще дополнительно 100 альпинистов на склоне, и почему-то тоже никто не помог. Тело Дэвида Шарпа на Эвересте по сей день завалено грудой камней. И только табличка с именем и датой смерти говорит о случившемся. Официальная версия гибели – кислородное голодание и обморожение. Неофициальное – человеческое равнодушие. Это тяжело объяснить, и это нелегкое решение пройти мимо в данной ситуации. Но что делать? Знаете, иногда в альпинизме приходится отвечать на такие сложные вызовы. Каково было умирать одному в горах, Дэвид Шарп рассказать уже не сможет. Однако об этом смог поведать в своей книге под названием «Брошенный умирать» Бэк Уизерс. Его дважды принимали за покойника и проходили мимо. Но он смог мобилизовать все силы и спуститься вниз самостоятельно. Врачи назвали это медицинским чудом на Эвересте. Возможно, у Дэвида Шарпа тоже был шанс выжить, если бы его не бросили одного. Люди, которые знают, что это такое и бывали в подобных ситуациях, могут судить. Мы оставили его и продолжили движение. Удивительно, когда альпинисты вернулись с гор, то у каждого появилась своя версия, почему никто не помог умирающему. И ни одна история почему-то не совпала с остальными. Вплоть до того, что бросить его была команда с базы. Хотя дежурный на базе категорически отрицает даже факт самой связи. Если бы я получил сообщение о том, что Дэвид Шарп нуждается в помощи в час ночи, может, я сделал бы что-нибудь. Специалисты говорят, что на критических высотах у человека происходит изменение сознания. Каждый видит некий свой мир, часто не похожий на то, что воспринимают члены его команды. Хотя они находятся рядом. На критических высотах альпинисты начинают вести себя крайне странно. По их собственным признаниям, кто-то пытается поймать такси или говорить с воображаемыми спутниками. А некоторые даже видят гигантских инопланетян ростом более двух метров и вступают в контакт с ними. В этих местах нет зверей и птиц. Сюда не долетают вертолеты. В зоне смерти не действуют человеческие законы. Высота становится единственным повелителем, которому подчиняются альпинисты. Среди альпинистов есть закон. Свыше определенной точки высоты ты никого не спасаешь. Спасаешь только себя. Это знаете, как когда самолет терпит крушение, сначала оденьте маску на себя, потом на ребенка. Сначала ты спасаешь себя, потом всех остальных. Но как объяснить, что на высоте ценность человеческой жизни отступает на второй план перед покорением вершины? До какого-то предела они идут все дружно, все семьей друг другу помогают. Видна вершина, и у них уже внутри срабатывает инстинкт «Я хочу быть первым. Я хочу первым взойти, поставить флаг. Я хочу крикнуть «Я». И тогда уже, ну, наверное, какие-то чисто человеческие качества отступают на второй план. Вот эта гордость за себя, она побеждает человека, и он не обращает внимания на то, что случилось с кем-то, что нужно помочь. Когда Наталья Матусова собралась покорять Эверест, ее не испугали истории, подобно той, что случилось с Дэвидом Шарпом. Сама для себя она четко решила, пройти этот путь от начала до конца, не обращаясь за помощью. Если что-то произойдет, я не буду ждать помощи. Это мое осознанное решение. Я понимаю, что это экстремальная среда. Я понимаю, что там погибают люди. Дедушка Наталья был основателем полярной медицины. Женщина считает, что ей генетически передалась стойкость к высоте и холоду. Однако на две трети успех экспедиции, на ее взгляд, зависит от подготовки. Поэтому три года Матусова учила свое сердце справляться с высоким пульсом и быть выносливым. И 25 мая 2014 года она стала седьмой женщиной из России, побывавшей на высшей точке планеты. По мнению Натальи, цель успешной экспедиции вовсе не взойти на вершину, а подняться и затем благополучно спуститься. Ты проходишь к третьей ступени, и тебе кажется, что вершина вот она. Руку протянуть. Чуть-чуть осталось. А на самом деле, в среднем, дорога до вершины занимает еще от полутора до трех часов, в зависимости от того, какое количество людей на склоне, от его состояния и прочее. И одна из трагических ошибок, которые делают люди, они вот как раз думают, что все очень близко и происходит неправильное распределение физических и, в том числе, моральных ресурсов. Именно поэтому при подъеме на пик Корженевской во время тайфуна Наталья отказалась от восхождения. Те, кто пошел дальше, больше не вернулись. Жизненный принцип Матусовой всегда осознанно покорять новые вершины. Три года тренировок и всего пять минут на вершине Эвереста. Теперь она учит управленцев уроком выживания в бизнесе. Инвестировать не в результат, а в процесс. Но самое сложное – работе в командной связке и принятию верных решений в постоянно меняющейся среде. Если бы люди ходили в горы перед тем, как подписывать важные контракты, перед тем, как выходить замуж или жениться, принимать какие-то важные решения в партнерстве, и вот до этого с этим партнером они бы совершали куда-то восхождение, то я думаю, что многие бы сделки, либо браки, либо партнерства складывались бы совершенно другим образом. Высота продолжает манить своей недостижимостью. Архитектор Цвет Антошков спроектировал целые жилые комплексы в виде цветков лотоса над облаками. Основная идея – создать цветущий оазис над грязными и задымленными городами. Но кто в них будет жить? Для того, чтобы адаптироваться к таким высотам, у медицины уже есть волшебные пилюли. Один из восходящих на Эверест проверил их действия на себя. А человек ещё, в общем, с определёнными заболеваниями и так далее, я, говорит, просто у меня даже ни чувства не было, что у него воздуха не хватает, сердце работает ровно, всё дышу прекрасно, бегу вперёд. Отставали, говорит, от нас профессионалы. Ну вот, понимаете, да, это вот как раз пример адаптогена – препарата, который способствует нормализации функций в экстремальных условиях. Уже сейчас очевидно, что такие проекты только для избранных. Кто-то получит уникальные лекарства для спокойной жизни в новом заоблачном мире. А кому-то придётся задыхаться внизу от смога. Кажется, это будет совсем не скоро. Однако технологии развиваются бешеными темпами. Полицейские Дубая тестируют летающие мотоциклы российского производства. Байк рассчитан на двоих пассажиров, способен подниматься на высоту 5 метров и лететь со скоростью 70 километров в час. Франция. Летник Мердеглас. 1876 год. Микробиолог Луи Пастер поднимается высоко в Альпы. С помощью приспособления, напоминающего велосипедный насос, он набирает в стеклянную колбу воздух. Каково же удивление учёного, когда он выясняет, что в ёмкости кипит жизнь? Исследователь доказал, что даже на таких высотах обитают микроорганизмы. Однако только спустя полтора века учёные лишь приблизились к пониманию того, что облака влияют на земную жизнь. Смотрите далее. Чем грозит человечеству вторжение в ноосферу? Последствия могут быть катастрофическими. Что посылает небо на землю? Регушки падают иногда с неба. А вот и рыба. США. Восточное побережье. 11 июня 2017 года. Жители Америки не на шутку напуганы. В ночном небе появились разноцветные светящиеся облака. Оказывается, учёные НАСА искусственно создали цветные тучи с помощью специальной ракеты, которая распылила на высоте 190 километров химикаты. Официальная версия необходимости проведения такого эксперимента — отследить траекторию движения частиц, взвешенных в высших слоях атмосферы. Но для чего нужно было распространять в воздухе вредные для человека вещества, такие как барий, стронций и оксид меди? Светлана Чубатова работает в области облачных технологий. Только вот специальные аэрозоли в этой компании используют строго только для очистки воздуха. Они насыщены веществами, которые борются с бактериями. И происходит это не в небе, а в многоэтажных помещениях. Действительно, это так называемые управляемые технологии. Эти технологии очень высокие на самом деле, потому что это нанотехнологии. Мы используем наночастицы, которые зависают в воздухе и держатся там длительное время. Но мы работаем с запкнутым пространством. Что, если ученые запустят технологии, позволяющие заполнять все воздушное пространство? Хорошо, если это будут вещества, полезные для здоровья человека. Тогда, по мнению Светланы Чубатовой, можно будет избавить человечество от многих недугов. Еще один раздел аэробиологии, если я могу вам сказать, это вакцинирование людей и вот прививка гриппа как там или вот капать таблеточку, а вот распылять в воздухе вакцины и дышать. Очень даже хороший метод, быстрый. И, ну, мгновенно, фактически мы обрабатываем большое количество людей. Люди подышали, ушли, зато одни уже защищены. Но где гарантия, что в воздухе появятся только полезные для людей элементы? Как можно будет проконтролировать, чем мы дышим? Каждый год 19 августа в праздник преображения над горой Фавор в Израиле появляется загадочная туча. Она спускается на храм, стоящий наверху горы, и всех, кто в нем присутствует. Удивительно то, что в это время года в стране вообще не бывает облаков. Благодатный туман появляется только в этот день и настигает только район православного монастыря, как бы огибая францисканский, который находится от него на расстоянии всего 400 метров. В 2010 году это место в день преображения посетили исследователи из России с портативной метеостанцией. Даже скептически настроенные участники экспедиции не поверили своим глазам. Вывод экспертов. С точки зрения метеорологии появление благодатного облака объяснить нельзя. Но и отрицать невозможно. Как много случаев описано, когда облако спасало людей, накрывало какой-то защитой. Мы настолько мало знаем, чтобы создать такую защиту. Мы можем об этом подумать, как я говорю, вот в одной комнате мы можем это создать. В природе это сложно. Поэтому наверняка существуют еще параллельные какие-то... Я к этому отношусь спокойно. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого нет. И вполне возможны такие явления. Облако над Марсом ночью в пять раз толще, чем днем. Американский исследователь Джон Уилсон выдвинул сенсационную версию. Небесная плеяда спасает жизнь Красной планете. Днем тучи истончаются, пропуская солнечные теплые лучи. А ночью становится словно пуховое одеяло, не давая космическому холоду выморозить планету. Как выяснил Уилсон, температура закрытых туманом поверхности Марса на 20% выше, чем думали раньше. Что если облака над Красной планетой действительно обладают разумом? Но для кого они готовят идеальные условия жизни? Может, эра марсиан уже не за горами, а за облаками? То, что мы чего-то не знаем и очень мало знаем, я даже считаю, как вот говорит мой хороший знакомый микробиолог, интересно, кто над кем ставит опыт, и мы над ними, или они над нами, потому что они живут своей жизнью. То есть, кстати, облака живут своей жизнью. Они будто читают мысли людей или посылают знаки. Облака часто принимают образы ангелов или умерших людей, образуют различные символы в небе. Ученые выдвинули сенсационное предположение. Облака могут быть не просто продуктами конденсации водяного пара, а живыми организмами, обладающими разумом. Небесные тела несут не только чудо и защиту. Сегодня известны более 2000 видов микробов, которые путешествуют на высоте 19 километров над Землей через Тихий океан из Азии в Северную Америку. Многие из этих бактерий могут вызывать тяжелые болезни. Например, над территорией Африки образуется пояс менингита, который разносят пыльные бури. Этот вирус ежегодно заражает около 300 тысяч человек. Те микроорганизмы, которые перемещаются в пространстве воздушными потоками, и которые могут оказать существенное влияние на жизнь человека, растений, животных. Это черная пресень, это пресневые грибы. И фумигатус. Но, кроме этого, очень большое разнообразие микроорганизмов попадает. Норвегия. Берген. 1578 год. Город засыпает большими желтыми мышами, падающими с неба. США. Мемфис. 1877 год. Туча выливает на головы горожан змей самых разных пород. Австралия. Южный Уэльс. 1978 год. Идет дождь только из одних креветок. А в марте 2010-го там уже буквально сыпятся с неба птицы и лягушки. США. Арканзас. 2011 год. Идет ливень из тысячи дроздов. Но самый удивительный дождь случился в Охотском море. Там в 1990-м году с неба упали коровы и потопили японскую шхуну. Физические явления тайфуна, когда торнадо поднимает все это, какой-нибудь косяк рыбный наверх, и потом перетаскивает его кидатор за 10, и у вас идет дождь из рыбы. Это абсолютно реальный факт. В Америке такое происходит периодически. Очень забавно. Раз, повалилась рыба, она нагло. Автор книги «Феномены чудес» Джон Митчелл задается вопросом, как смерч может быть таким избирательным? Ведь на Землю падает только один вид обитателей фауны. Другие исследователи указывают на случаи, когда дождь из животных шел при спокойной погоде, и тайфуны были ни при чем. Падающие с неба лягушки описаны в Библии как одна из 10 казней египетских. Многие люди принимают это за божественный знак. Только вот чего требует разбушевавшееся небо? Чем выше человечество строит дома, тем ближе приближается к верхнему миру, живущему независимо от нас жизнью. О нем крайне мало известно науке. Что если, согласно мифу о Вавилонской башне, Бог прервал ее строительство с заботой о человеке? И нам не стоит лезть туда, куда не следует. Ученые выяснили, что проживание и работа на верхних этажах ослабляет иммунитет и работоспособность из-за слабого геомагнитного поля. Происходят нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем. Может быть, именно поэтому в мире появляется все больше заброшенных небоскребов. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.